Практическая психология То есть едой мы удовлетворяем свою базовую физиологическую потребность И всё, что касается еды, это у нас первое состояние, когда погрузиться в состояние любви Чтобы мама взяла на ручки и почувствовать ощущение безопасности А второе состояние у еды, это какое? Еда нам нужна для чего? Для того, чтобы выжить То есть это энергия жизни, это выживание Это те вещи, которые неотъемлемо сопутствуют нам как факторы составления нашей жизни вообще Начиная с младенчества Да, но почему современный человек при любой какой-то непонятной ситуации Берёт и всё, что у него, как говорится, попадается под руку Начинает в себя это Ну давайте тогда поговорим в эту сторону и порассуждаем Современный мир вообще на самом деле очень динамичный сегодня И мы сталкиваемся с тем, что нас окружает огромное количество напряжения Большое количество стресса И человек с ним просто-напросто не справляется И очень серьёзным моментом в теме переедания является как раз аспект того Что я заедаю, пережёвываю тот стресс, который есть в моей жизни Причём очень часто мы делаем это неосознанно А вот как это неосознанно? Как это неосознанно? Да, то есть как бы вроде как кажется Я чувствую, у меня есть чувство голода И вот я иду и делаю бутерброд Там, ой, я вижу пирожное, видите, я даже слюной, да? Я вижу пирожное, конечно же, я хочу это пирожное, да? И вот что, мне нужно задавать вопросы? Сразу же останавливаться и говорить Так, а что это я сейчас хочу? Пирожное или я на самом деле хочу секса? Ну, можно и таким образом пойти Но когда человек находится в стрессе, ему очень сложно задавать себе эти вопросы И первое, что необходимо сделать вообще любому человеку Взрослому или подростку Потому что с темой переедания мы сталкиваемся сегодня достаточно рано Я думаю, что, да, видели и к вам тоже приходят, да, родители с детками Которые уже переедают в раннем возрасте Если мы не говорим о физиологических и биологических каких-то сбоях Там иммунной системы, эндокринной системы Вот То первое, что нужно делать, это давать себе моменты расслабления То есть пока вы расслабление не включите в свою жизнь Вы не поймёте, что вы живёте в стрессе То есть самые простые, да, моменты расслабления Это которые может дать себе любой человек Это прогулка, там, не ехать до дома, до конечной остановки, да, до дома А, например, выйти на остановку пораньше и пройтись То есть физическая нагрузка Плюс мысли привела в порядок Мысли в порядок приводим Это как бы первый момент, который можно сказать Либо мы осознанно включаем вечернюю прогулку Второй момент Завести какие-то маленькие ежедневные ритуалы То есть, например, придя с работы, да, вечером перед сном Погрузить ножки в тазик с тёплой водичкой, с солью Или если там, да, ну, нет возможности, там, тазик с солью Ну, не у всех у нас есть тазики Сходить в душ Но это сделать как ритуал С пониманием того, что я в этот момент сейчас останавливаюсь, успокаиваюсь И замечаю вообще, а как реагирует моё тело на то, что я ему даю То есть это не просто помыл себя водичкой Это не просто помыл ножки, а это с пониманием того, что я переключился, я выдохнул, я отдохнул То есть я как будто бы разрешаю себе поменять ритм Да Да, вот из этого сумасшедшего повседневного я включаюсь Да, да, да Состояние я слышу себя, чувствую, понимаю Да, да, да То есть, например, момент хобби, да, он тоже бывает очень важным То есть его можно как элемент переключения из повседневной суеты тоже ввести и сделать Например, вспомните о том, что вы любили в детстве Кто-то любил рисовать Пожалуйста, сегодня огромное количество Вы взрослый человек рисовать не умеете Но огромное количество там, да, предложений Арт-терапевтические раскраски Мандалы, пожалуйста, там, да Картины по номерам Там бисером кто-то выкладывает, кто-то шьёт То есть какие-то там, да, художественные Кого-то переключает спорт Кого-то переключает активность Мы все разные по темпераменту Музыка, под музыку подвигаться То есть пришли домой, включили любимую подборочку Взяли пульт от телевизора И как это, суперзвезда, да, попели перед зеркалом То есть какие-то моменты именно включать осознанности Вот этих вот маленьких расслаблений Понятно, тема релаксации и медитации Пожалуйста, на ютубе огромные подборки Там утренняя медитация, вечерняя медитация Но это очень важно сделать ежедневно 10-15 минут То есть такой своего рода ритуал Да, да, да Потому что это позволяет тебя вернуть в своё собственное тело Да, это позволяет замедлиться Это очень важно Остановиться и посмотреть А куда я двигаюсь и как я двигаюсь Если есть животное, значит, ну, уделите внимание животному Там, да, очень хорошо помогают справляться с стрессом кошки Ну, придите вы, сядьте в кресло, возьмите вы кошку И побудьте вы в состоянии, вот, да, в контакте с животным В прогулках с собаками тоже есть огромное количество ресурса И вот этого движения жизни, переключения Так интересно Вот вроде бы, да, психология переедания, да? А мы берём и так много времени уделяем вот именно моментам релаксации Да, потому что в стрессе человек остановиться не может И это помогает на какие-то считанные мгновения в своей жизни Дать осознанность И остановку для того, чтобы посмотреть на то, как я взаимодействую с едой вообще по жизни Потому что стресс и переедание, это такие вот прям они как знак равностоят Понимаю Когда формируется вообще индивидуальное пищевое поведение То есть в какие моменты мы уже понимаем, что, опа, а уже поздно Я уже сформирована как личность И вот, знаете, вот по-другому никак уже не умею Вот эти моменты, они вообще формируются у каждого у нас в детстве Они приходят вместе с молоком матери Потому что еда, как мы и сказали в самом начале, это базовая потребность И эта потребность формируется, когда мама берёт ребёнка на руки И даёт ему тепло Чувство безопасности Безопасность И при этом, при всём, мама что даёт? Мама даёт грудь, мама даёт еду, либо мама даёт бутылочку То есть у нас это ощущение телесное Телесное Плюсом подкреплённое рефлексом на уровне физиологии И мы никуда не можем это деть Потому что вот это один из тех же пунктов, где еда равно любовь, безопасность и тепло Когда мы говорим о том, что почему переедание имеет место быть в моей жизни И тогда мы задаём себе вопрос А достаточно ли мне в жизни вообще любви? А чувствую я любовь своих друзей, своих родителей, своего партнёра, своих детей? Чувствую ли я вообще себя любимой? А люблю ли я себя любимой? Любимым, да? Мужчины тоже задают себе эти вопросы И это тоже такой момент, который очень важно исследовать внутри себя Когда вы понимаете, что вы переедаете, злоупотребляете в отношении еды У вас рука тянется к сладкому опять же Сладкое у нас молоко мамы сладкое У нас есть на уровне вкуса ощущение того, что сладкое – это про тепло и безопасно Поэтому мы тянемся к конфетке, к пироженке, чтобы получить что? Углеводы Углеводы, чтобы у нас гормоны заработали, чтобы эндорфины заработали Да, и что, наверное, вот такой основной ещё следующий, да, прямо шаг, когда формируется индивидуальное пищевое поведение Это подростковый период, да, когда вот ребёнок, на него ответственность определённая, да, возлагается И он входит в состояние стресса И вот здесь он понимает, что быстренько в себя там чипсы закинуть, ещё что-то такое Чипсы, конфетки, шоколадки, они очень быстро начинают Ощущение… Ощущение… Дают ощущение безопасности и спокойствия Ну, вспомните, перед экзаменами мы что делаем Мы с собой бесконечно носили шоколадки и конфетки То есть это быстрый сахар, это быстрое получение, да, гормонов радости И, собственно говоря, голова начинает работать, что-то там просветлело И, собственно говоря, стало как-то почему-то полегче и попроще Взрослые к шоколадкам добавляют кофе К кофе добавляют пироженки и тортики Вот вам приехали переедания Мало того, я читала тут недавно исследование, что даже табакокурение Это тоже своего рода такая как бы заместительная оральная вот этого самого периода То есть как бы получается, что человек как будто бы… Младенческого периода Младенческого периода, да, да Правильно говорите, потому что это как раз оральная стадия, когда у нас формируется рефлекс сосания Рефлекс взаимоотношений Да, это всё, и тема у подростков, она очень такая актуальная сейчас Огромное количество родителей приводит и говорят, заметили это, это, это Что там где-то электронные сигареты, где-то табаком пахнет Да, это закрытие… И это опять же привлечение к себе внимания, да И, собственно говоря, вот закрывание вот этих базовых потребностей Кто влияет, то есть, да, вот опять-таки тема любви и безопасности мы сейчас, да То есть получается, что сначала на первом этапе родитель влияет, да, на формирование пищевого поведения Но ведь мы не только тем, что накормили, не накормили ребёнка Мы же иногда бывают какие-то… И вот в передании есть вторичные выгоды, и тут тоже родители имеют большое значение, да? Да, тема вторичных выгод – это такая отдельная большая любовь в жизни коллег моих специалистов Потому что вторичные выгоды – это те выгоды, которые никогда не осознаются взрослым человеком И на самом деле они закладываются и в детстве в том числе Потому что, ну, давайте по-честному, родители не всегда экологично выпускают формулировки по отношению к своим детям Например, вот ты сейчас жрёшь пироженку, у тебя будет толстая жопа Ну и так далее И никогда не выйдешь замуж И по факту, когда, ну, происходит взросление, да, попа, естественно, округляется И женщина потом мучается от того, что у неё есть вот эта боль А она уже забыть забыла о том, что, ну, когда-то там ей так сказали Какой момент бывает ещё во вторичных выгодах? У нас есть во вторичных выгодах тема глубинных психотравм Есть статистика, где, да, ну, собственно говоря, большое количество взрослых женщин, да и мужчин тоже, да, подвергались и психическому, и физическому, и сексуальному насилию И это тема вторичных выгод, когда я буду толстой, чтобы на меня не смотрели мужчины Не обращали внимания Чтобы не обращали на меня внимания, потому что я могу быть объектом Иначе у вас желание Да Вот эти темы, они на самом деле очень глубокие, они очень травматичные Безусловно, в них одному, да, больно, страшно и невыносимо ходить никогда Поэтому, собственно говоря, люди годами живут и не понимают Ну, вроде бы уже и фитнес есть, и правильно питаюсь, ну, вроде и самооценка, всё нормально Ну, 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 что ещё-то не так, да, а есть некие базовые вещи на уровне, да Психотравм Психотравм, да, которые человек, собственно говоря, самостоятельно и никогда не дойдёт, не сможет Психика не пускает Да, если не попасть в хорошие руки специалистов Да, психика не пускает Поэтому этот момент очень такой важный И если, ну, где-то вот, да, может быть, услышали, что это где-то как-то про вас А вы задайте себе вопрос, да, а кому будет плохо от того, что если я, например, буду стройной, если моё тело будет привлекательным Кому будет от этого плохо? То есть задавайте себе этот вопрос А как это может быть по-другому, да, а где это в моей жизни, как это про меня? То есть я понимаю, что, ну, не всегда же это только про стресс Да, в стрессе живём все, но со стрессом нужно научиться жить Ну, почему-то одни в стрессе худеют, другие в стрессе наполнеют, да? Вот, то есть вот эти моменты, они вторичных выгод тоже имеют место быть в нашей жизни Ну, и тут действительно, да, тут уже разговор с собой И если вы что-то находите, если вы с чем-то понимаете, что вы с этой болью не справляетесь Безусловно, это только к специалисту Да, да, тем более, я скажу мало того, что к специалисту не просто к психологу, да А сейчас у нас, слава богу, есть специалисты, вот именно они специализируются с пищевым поведением И именно как бы работа с психотравмой, она тоже имеет место быть Потому что, ну, не каждый психолог с этим может работать Согласна Вот еще такой момент, очень тоже важный Вот тема, когда в детстве ребенка, мы сейчас будем говорить про отклонения, да, определенные в пищевом поведении Когда ребенка, например, вот у нас, мне кажется, вообще целое поколение есть таких людей Которых все время заставляли в детских садах, в школах доедать И мы это понимаем, что это на самом деле, как вот психологи, да, мы понимаем, что это пищевое насилие Некоторые говорят, ну, мы ничего ведь выжили, да Ничего А у кого-то это на психике так или иначе отражается Вот вообще какие отклонения бывают в пищевом поведении? Ну, классические, да, поведения, которые, я думаю, слышали большинство Это анорексия и булимия Но это уже клинические случаи, которые... До которых надо дойти До которых надо дойти, которые надо заметить, которые надо осознать И родители должны замечать на самом деле эти тревожные сигнальчики Когда ребенок бесконечно ходит, что-то кушает То есть, да, вот это компульсивное передание То есть это еще не диагноз Да, это еще не расстройство Но это уже признаки С которым вы идете к врачу Но вы видите, что ребенок бесконечно что-то точит Господи, замените вы эту тарелку с сушками, с печенюшками Там на орешки, на сухофрукты, на фрукты в конце концов У ребенка не будет потребностей в таком количестве Если ребенок бесконечно ходит к холодильнику Или, например, ребенок поел и убежал в туалет Или ребенок отказывается от еды То тоже задайте лишний раз вопрос ребенку А что с тобой происходит? Почему ты перестал кушать? Ведь наши детки нагружены не меньше, чем наши Мы взрослые Они проживают стрессов, ну, чем не меньше И их психика не совсем справляется И давайте так, дети ходят и в спортивные школы И в танцевальные кружки И у нас мир состоит из таких же детей, как наши с вами И дети не всегда добрые И есть дети покрупнее, поменьше, поминиатюрнее И, например, тот ребенок, который поминиатюрнее Может сказать, о, опять жирная идет Просто так А девочка считает себя жирной Она это услышала, она эту ситуацию, да И перестала кушать И перестала кушать Педагог в танце говорит Вот у меня, например, вот эти вот четырехлеточки Они гнутся А вот вы, кобылочки, в 12 лет Уже тут пузы отъели Ну, давайте на минуточку Пузы отъели в 12 лет Девочки, у которых начинается что? Пубертатный период И там весь организм готовится для того, чтобы запустить гормональную систему А без вот этих самых жировых отложений Это просто невозможно Нет Невозможно И как ни крути, это на детской психике очень сказывается Девочки это очень сильно запоминают Да, а родители иногда это могут даже пропустить Пропускают И вот к чему я и говорю, что и девочка перестаёт кушать То есть она нормальную еду абсолютно вычёркивает из своей жизни И это первые сигнальчики того, что ребёнок говорит Я не хочу кушать Ты спрашиваешь ребёнка, что ты сегодня ел Да я что-то ел в школе А что ел не может вспомнить А что ел не может вспомнить Это могли быть чипсы, это могла быть конфетка Но нормальную еду ребёнок в столовую не сходил, поел Вы утром заметили, что вы приготовили завтрак Перестал завтракать, например Ребёнок не поел одно утро, второе Ну бывает проспал, бывает не захотел Бывает Но это тоже сигналы к тому, что нам нужно быть внимательными Потому что именно в подростковом периоде у нас как раз Мы помним второй такой важный этап формирования пищевого поведения И мы будем, конечно, сегодня говорить ещё и о правилах здоровых отношений с едой Ведь это тоже идёт из семьи Конечно Что это за правило? Каким образом нам нужно правильно питаться? Знаю по секрету, что Хотя это не секрет, что ты ещё и нутрициолог Тоже специалист в полезном питании Расскажи нам, чего следует придерживаться? Чего следует придерживаться? Придерживаться это составление правильного меню Меню И вообще есть такое правило, это правило полного холодильника Чтобы в холодильнике Хорошего Пусть уже полный холодильник будет, чем мы будем своими полными Правильная еда Да, да, да То есть есть правило полного холодильника, а не полного меня Да, да, да Вот, поэтому Что должно быть в холодильнике? Безусловно, я противник вообще, да И всех колбас и всего остального То есть этого точно не должно быть Должна быть нормальная, здоровая еда Это мясо, курица, сваренные крупы, контейнеры с крупами Овощи, обязательно должны быть овощи То есть те микроэлементы, которые мы получаем через еду Это мы получаем с помощью белков, сложных углеводов, круп Круп И клетчатки Обязательные А клетчатка это у нас как раз овощи, да? Овощи, да, фрукты тоже какую-то часть, да Естественно, там есть сахара простые Но, тем не менее, мы всё-таки фрукты используем Обязательно и нужно включать витаминно-минеральный комплекс То есть без них никуда, никуда не без полезных жиров омеги Никуда без орехов, никуда мы не обходимся без масел Вот, поэтому, да, наша задача позаботиться о себе, о своём теле И о том, насколько будет здоровье Это чтобы у нас были продукты в холодильнике Какой здоровый завтрак должен быть? Ну, если спросить меня, да, что я ем на завтрак Я всё-таки выбрала завтрак в сторону каши Белку Каши и яйца То есть это может быть, например, там, рис сваренный, да И, там, омлет Там, да, долька омлета Либо это есть каши, которые быстро, ну, приготавливаются Там, да, каши 4 лака В них я добавляю оливковое масло и отварное яйцо То есть вот какие-то варианты обязательно сложных углеводов Да, моя семья ест и бутерброды, и сливочное масло Но тут, как бы, да, у всех это сгорает по-разному Поэтому это имеет место быть И сыр имеет место быть, и хлеб имеет место быть, да, и тосты Но когда мы говорим всё-таки о правильном и здоровом питании Это всё-таки сложный углевод Это не булка с маслом, а это горстка каши, да, и белок То есть лёгкий белок и хорошо помогающий нам работать Это всё-таки яичко Поняла А вот идеальный ужин? Идеальный ужин, это вообще моя любовь Какая-нибудь там брокколи или цветная капуста Залитая, да, просто яичком, омлетом Вот, то есть там уже никаких у нас сложных углеводов быть не может Там может быть яичко по шоте А может ли быть там кусок, например, отварной курицы Может быть и отварной, и запечённой, и рыба, и курица, безусловно Вот, что не должно быть в правильном ужине Мы говорим о правильном, да, ужине Там не должно быть углеводов вообще никаких Там не должно быть никаких фруктов вечером А, да? Да Интересно То есть если мы говорим о правильном ужине То есть углеводы это и рожки, значит, да, не должны быть? Рожки это вообще у нас простые углеводы Их вообще нельзя, да? Их можно иногда, и даже нужно, потому что это же пищевая привычка А мы не можем жить без пищевых привычек Как без котлет с рожком Конечно Без котлеты с картофельным пюре То есть то, к чему привычки Без пельменей Но это нужно какими-то там блюда выходного дня Традиции там на праздник, да, когда семья собирается и лепит пельмени Это должно быть традициями То есть никто не говорит, что надо отказаться раз и навсегда от пирожков, тортиков Совместных там, да, пельменей Нет, но это не должно быть ежедневно и регулярно И тогда у нас не будет вот этих вот скачков, да И в эмоциональном фоне, да, намного спокойнее будет И с точки зрения физиологического Услышанного Олеся, а вот всё равно, что всё формируется в семье Да То есть вот как ты рекомендуешь Детям объяснять, почему мы сегодня на ужин едим это, например, там, да А не там три сорта, там, колбасы и сосисок, да Объяснять, почему я это делаю Или же ты считаешь, что это всё равно... Ну, как бы... Детям еда должна быть какая? Вкусно приготовленная То есть еда должна вкусно пахнуть, да, и вкусно выглядеть Да, но вот кто-то скажет, да, слушайте, я вот, например, хочу, вот там, у Зины всё время там сосиски и котлеты, ой, и рожки, и вот я хочу вот так же кушать, говорят тебе дети, понимаешь? Пошёл, покушай Как это хорошо, да, частьюbuilt Kyra Judaism Вот еще такая тоже есть такая, как бы версия, что если, если ваш ребенок... Ну, если, например, вы кушаете там, такую-то еду, то, скорее всего, и ваш ребенок будет тоже самое кушать То есть не обязательно, да? То есть, ну, тогда всё-таки я сторонница того, что мы каким образом делаем? Мы себя воспитываем в культуре еды, да, и тем самым мы воспитаем культуру еды у детей. Детям никогда ничего невозможно навязать, потому что помимо домашней еды у нас дети где ещё питаются? В садиках и в школах. И там никто тебе не высчитывает неправильность с точки зрения картофеля, макарон и всего остального. Поэтому, когда дети подрастают, мы с детьми разговариваем. Дома мы стараемся, да, другую еду и как-то взаимодействуем. Ну, то есть детей, ну, вообще детей, смысл воспитывать, не воспитать себя, надо сначала всё равно начинать с себя. Согласна. Ну что, в завершение, что можно посмотреть, что можно посчитать на эту тему? Вот мне очень нравится фильм художественный «Я худею». Да, интересный фильм, очень лёгкий и на самом деле... Очень подробно объясняет вообще всё вот это пищевое поведение, да? Есть ещё один из моих любимых фильмов, кстати, Даша вспомнила «Ешь, молись, люби». Ага, да, рекомендуем прямо посмотреть. С точки зрения того, как она проживала свой стресс и как она взаимодействовала с едой, разрешая себе эти эмоции. Действительно красиво, вкусно, да, посмотреть. Ну, а если хочется какого-то там прямо вот погрузиться, это, конечно, можно посмотреть документальный фильм «Сахар». Можно посмотреть фильм большой, подсмотрю, толстый, большой и почти мёртвый. То есть такие моменты, которые уже помогают, ну, в сознании какие-то вещи перестроить, если действительно есть серьёзное нарушение. Вот. Ну а с точки зрения книг, если, да, дать рекомендацию, тоже посмотрю, чтобы не ошибиться. Есть книжка «Тело, еда, секс и тревога», что беспокоит современную женщину. Но я думаю, что это можно перенести и на мужчин тоже, да, может быть полезно. И ещё есть книжка «Я знаю о теле всё и даже больше». Там в книге есть даже некоторые рекомендации, практики, то есть она современными специалистами написана. Поэтому можно полистать, посмотреть. А вообще литературы очень много, там, от того, как наш кишечник взаимодействует с бактериями, с микрофлорой, с внешней средой. В общем, литературы достаточно фильмов. Главных задать себе задач. Тоже главных задать себе задач. И первое, что мы делаем, мы останавливаемся и наблюдаем то, насколько наша жизнь прекрасна, давая себе маленькие ежедневные радости. Да, минуты отдыха. Да, спасибо большое. Сегодня вместе с Олесей Чучаловой, психологом-специалистом по психосоматике и пищевому поведению, мы говорили про психологию переедания. Ну, что в завершение нашей программы хочется пожелать всем здоровья крепкого, да, быть поменьше в стрессовых ситуациях и ценить себя, любить себя. Да, до встречи. Это была программа «Практическая психология». Всем любви, удачи и счастья.